Что-то пошло не так. Такое сообщение накануне вечером увидели миллионы пользователей Ютуба. Сервис на протяжении двух часов не работал по всему миру в США, Бразилии, Японии, Австралии, Европе и Юго-Восточной Азии. Причины сбоя в интернет-гиганте пока никак не объясняют. Для многих пользователей отключение Ютуб, пусть даже на пару часов, стало настоящей проблемой. На сервис каждую минуту загружают 400 часов видео. На рекламе миллионы долларов зарабатывают видеоблогеры. Как они пережили сбой, обсудим прямо сейчас. С нами на связи один из самых популярных Ютуб-блогеров Наталья Фальконе, которая одной из первых заметила отключение видеоплатформы. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо, что присоединились. Спасибо вам. У меня, наверное, самый меркантильный вопрос. Вы зарабатываете в Ютубе? Да, конечно, я зарабатываю в Ютубе, как и все миллионы блогеров. И, да, конечно, я тоже вчера заметила какой-то сбой. И немножко, честно говоря, тоже, знаете, испугалась, наверное, да, потому что связалась со своими другими знакомыми блогерами и начала спрашивать, что, что. Посмотри, проверю, тебя тоже не включается, потому что, знаете, думала сначала, что только у меня. Оказалось, что, да, по всему, по всему вообще Ютубу это вот был такой сбой. Но когда вы узнали о том, что отключен Ютуб, какие первые мысли, да, вот помимо того, что вы поежились, очевидно, да, от такого легкого страха, тем не менее, как вы отреагировали в том смысле, что вот представьте, что Ютуба больше нет. Что вы делаете? Честно говоря, вот даже с языка сняли. Я сидела и говорила своему мужу, Винсент, говорю, а вдруг больше Ютуба нет, а вдруг, он такой, что с ума сошла, говорит, такое бывает, это у них там, наверное, что-то полетело. А я говорю, а вдруг вот все, ведь это же мой труд, ведь такой труд, это годами, и я все сразу раз и потеряла. На самом деле, да, такие были мысли. Ну, слава богу, все нормально. Скажите, Наталья, вот с точки зрения технической, вам тяжело управляться, например, там есть какие-то вещи, которые нам непонятны, людям, не имеющим отношения к блогерскому искусству. Вы какие-то, может быть, знаете фишки, как-то вы загружаете в какое-то определенное время это видео, нажимаете какие-то определенные кнопки. Или это просто вот как мы в Фейсбуке, да, сидим, так и вы в Ютубе, просто вы на этом еще и зарабатываете? Ну, на самом деле, я до сих пор еще учусь, и, конечно, я не могу сказать, что я знаю все фишки, и почти каждый день я узнаю что-то новое, да, и там есть хэштеги, которые ставятся, и, конечно, там какой-то блогер какому-то там расскажет, поставь вот этот хэштег, сейчас популярно вот это, и дам, я ставлю свои видео на график, я высчитываю время, когда люди приходят с работы, допустим, ну, я обычно делаю график по Москве, по московскому времени, и в основном это 5 часов вечера, что вот люди пришли с работы, и они начинают смотреть видео. А в выходные, допустим, я выпускаю их с утра, потому что люди целый день с утра дома. Поэтому, да, конечно, как-то там рассчитываешь. А у вас было ощущение, или не ощущение, а знание того, что вы потеряли какие-то деньги в связи с отключением на 2-3 часа Ютуба вчера? Ну, я не такой большой блогер, чтобы потерять какие-то большие деньги, да, наверное, какие-то я потеряла, но, в принципе, для меня это было не такой большой потери, так как в это время, так как у меня русскоязычная публика, да, и русскоязычные зрители, они в это время, в принципе, спали, да. Да-да-да, совершенно. Как раз было такое время, да. Это был вечер по времени Нью-Йорка, часов, ну, вот у нас была летучка в 9-30 вечера, в 10, и еще он был отключен, Ютуб, да, мы проверяли. Ну, я думаю, очень большие деньги потеряли американские блогеры, потому что это такое время, когда люди сидят и что-то смотрят, развлечения какие-то, и вот эти большие, наверное, блогеры потеряли большие деньги, я думаю, да. Наталья, теперь о самом интересном. Вот я посмотрела несколько ваших роликов, в частности, в одном из них вы кормите своего мужа-американца русской едой, и там больше миллиона просмотров, миллион триста тысяч. Если позвольте, давайте посмотрим фрагмент сначала, потом обсудим. Давайте. У меня сегодня четвертый день диеты, чувствую я себя очень хорошо. Ну, талия появилась, так скажем. Ты жива, Наталья? Жива. Я, короче говоря, очень довольна. Сегодня у меня на завтрак сырая морковка с лимонным соком, и, как бы, да, да, и на обед у меня рыба с томатным соком, а вечером у меня фрукты. Ну, вот живу такой скучной жизнью, но, да, морковка, морковка сырая, но вот для меня сырую морковку съесть, это что-то такое невероятное, честно говоря. Как-то не очень я люблю сырую морковку, а вареную очень люблю. А, вот. Еще два рулетика. Здесь у меня докторская колбаса. Мы все помним докторскую колбасу, вот такая розовая колбаса. This is actually sausage from my childhood. I would love it, and I could eat it without bread, without anything. Just eat it. Was it like bologna? Yeah, like bologna. Are you going to try and tell me how you like this taste? Старуху нельзя говорить. Тосила я уж так, с пылу, с жару сказала. Я, на самом деле, так и не поняла, в результате понравилась вашему супругу русская кухня или нет? Ну, вы знаете, конечно, самое смешное там было, когда я давала ему вяленую рыбу. То есть он, конечно, никогда этого не видел, и он начал спрашивать, сколько же лет этой рыбе, и что она на дороге валялась, и ее автобус вообще, что ли, переехал. Почему-то такая. Ну, в общем, это было самое смешное. Но он считает, что самая лучшая кухня – это грузинская. Ну, конечно, тут же просто не с чем спорить. Да, он говорит, что, да, эти люди умеют готовить, как он мне сказал, у вас всех русских женщин надо собрать и в Грузию отправить на учебу, чтобы учились готовить. Наталья, вот расскажите, пожалуйста, как вам удалось добиться такой популярности в Ютьюбе, казалось бы, очень простыми такими видеороликами, да? Вы не изобрели велосипед в Ютьюбе, вы рассказываете простым языком, показываете какие-то повседневные свои истории. Истории о вас, о вашем супруге, о русской идее, еще что-то. Как думаете, в чем секрет? Вы знаете, на самом деле я не такой популярный уж блогер, как… Спасибо вам большое, что вы так думаете. Но миллион триста тысяч просмотров, знаете, это вообще не очень маленький цифр. Ну, это на одном, на одном видео только, да, так у меня 64 тысяч подписчиков, подписчиков, вот. Но, вы знаете, вообще, мне кажется, само блогерство у меня было зарождено с детства, потому что у меня есть такие видео, где меня снимал папа, где мне был один год, два года, пять лет. И я, когда показала своим подписчикам эти видео, там просто очень многие обалдели, потому что это был 67-й год, и у меня есть такие видео. Вот. У меня папа очень любил все эти камеры, все, и у меня, наверное, это вот как-то было в крови. Ну, и, в принципе, как я начала, я познакомилась здесь во Флориде с одним блогером, и у меня не было даже мысли, что я буду делать какое-то видео. А вы работаете параллельно где-то еще или только этим занимаетесь? Да, я риэлтор. Риэлтор. Да, я риэлтор. И я ей начала рассказывать какие-то истории свои на канал, и ее подписчики начали просто барабанить, как говорится, в дверь открывай канал, мы хотим тебя слушать, у тебя такие интересные истории, ты интересный человек. Ну, и ко мне вдруг просто на пустой ник, так можно сказать, подписалось сразу тысяча человек. И я просто думаю, ну, надо что-то делать с этим, и вот начала, начала, как-то так начала, начала, и по-русски говоря засосала, потому что очень мне сейчас это нравится, я очень люблю, очень люблю редактировать видео. Ну, в общем, наверное, нужно рассказывать все вещи от души. Есть хорошая сторона медали, есть плохая сторона медали, то есть тяжелая и приятная. Очень приятно это, когда тебя, конечно, любят подписчики, и у меня в основном 95% те, кто любят, и 5%, конечно, у тебя есть хейтеры, и хейтеры, конечно, это, так скажем, такая сторона, которую нужно пережить, к которой нужно привыкнуть, и я до сих пор учусь привыкать к ней. Ну, в общем, как сказала Раневская, я слышала о вас столько много гадостей, что сразу поняла, что вы хороший человек. Ну, это же не доставляет вам каких-то особых неудобств, поскольку есть хейтеры, а есть люди, которые угрожают. В ваш адрес поступали когда-нибудь? Да, да. Есть угрожают? Да, конечно. Есть, не только поступали, а люди, некоторые пытаются испортить тебе жизнь, они пишут письма на работу, они, да, есть такие, конечно, ну, ну, все равно с этим надо как-то жить, и если, я знаю, что... В принципе, вы знаете, никакие blackmail в Америке, они не работают, поэтому эти письма, ну, я когда работала в банке, приходило какое-то количество писем обо мне, и все, что банк сделал, это security со мной связались и спросили, а я окей, у вас все хорошо, потому что кто-то вам пытается испортить имя. Ну, в общем-то, вот закончилось на этом, и все. Я вас поняла. Большое вам спасибо. Интересно было с вами пообщаться. Наталья, желаю вам всяческих успехов на этом интересном поприще. Надеюсь, YouTube вам больше не отключат. Наталья Фалькона, известный блогер, YouTube-блогер была с нами на прямой связи. Спасибо вам большое. Надеюсь, этот разговор наш вы выложите у себя в YouTube. Обязательно. Благодарю. Спасибо. Что же, ну, у нас есть еще один блогер, не менее, мне кажется, интересный, известный русскоязычный YouTube-блогер из Телеконовой долины, Михаил Портнов у нас на связи. Михаил, здравствуйте. Да, здравствуйте. Большое спасибо, что нашли время. Расскажите про вашу историю успеха. Ой, вы знаете, что я ничего специально такого не делал, просто так получалось, что я в разные какие-то моменты времени, которые потом оказывались удачными, оказывался в нужном месте, вот, и так как-то оно само собой происходило. Я никогда не планировал ничего такого, ну, просто я жил вот в удовольствии. И так дальше получается, что как-то люди смотрят со стороны, ой, там, успешный. Ну, вот расскажите, это самое популярное видео ваше, оно о чем? А, с точки зрения блогерской такой жизни, у меня очень разноплановый канал, потому что я, с одной стороны, руковожу учебным заведением, где люди меняют профессию. Поэтому у меня много разговоров про интервью, про поиск работы, всякие такие, знаете, лайфхаки для таких ситуаций. Но у нас и про эмиграцию, и просто там потрепаться, и красоты калифорнийские. И поскольку у меня еще школа, то все время люди, студенты, что-то их много. И вот я студентов интервью с разными людьми, то есть такой, как целый такой канал большой получается по тематике. Самое большое, и это очень сложно, для меня, например, очень сложно планировать, чтобы там на твои видео посмотрел миллион человек. То есть это как-то происходит, вот там есть какие-то механизмы в Ютубе, которыми я не управляю. Но это было видео о том, как отвечать там на некий вопрос на интервью. У меня самые большие просмотры на видео по интервью. Какие вопросы задавать на интервью? Вот ты пришел на интервью, тебя спрашивают, вопросы есть? Чего спросить? Вот у меня есть такие. Вот это самое популярное видео было. Ну это очень интересно, потому что вот мне, например, довольно трудно понять, по какому принципу те или иные персонажи, те или иные ютуб-блогеры добиваются действительно больших успехов. В это не вкладываются какие-то миллионы долларов. Более того, в некоторых случаях в это не вкладывается вообще ни копейки. И люди зарабатывают просмотры там миллионные. В результате блогеры тоже зарабатывают. Вы зарабатываете? Вы знаете, что я абсолютно не коммерческий такой блогер. То есть мне без разницы, сколько там заработается. Но я вам могу сказать, например, что вот по моей статистике у меня примерно миллион просмотров в месяц. И вот миллион просмотров в месяц – это что-нибудь там 300 долларов. Ну да. Понимаете? То есть для того, чтобы заработать там, ну хотя бы, я не знаю, там 5 тысяч, да? То есть это нужно уже быть таким блогером, которого знает вся страна. Поэтому блогеры не на этом же зарабатывают. Блогеры зарабатывают на том, что им там предлагают продвижение какого-нибудь товара. Такого плана. Можно сказать, что… На рекламе, да. На рекламе. Можно сказать, что коммерческая, так сказать, составляющая моего блогерства. Хотя я не начинал совершенно и мыслей не имел о том, что там какие-то деньги с этим связаны. Но поскольку у меня учебное заведение и, ну как бы, известность большая вот из-за этого канала происходит. То есть ты тебя миллион человек в месяц смотрит. Да. То, соответственно, люди знают, что есть такая школа. Есть профессия тестирования программного обеспечения. Вот 20 лет назад был бум такой, когда на телевидении WMNB. Тогда вот было русскоязычное телевидение. И там показали сюжетик про нас. Дмитрий Политаев снимал. Вот. И вот там во всей стране началось. И мы первая в мире школа по тестированию программного обеспечения. И у нас люди приходят там 3-4 месяца. Он нашел работу, стал хорошо зарабатывать и так далее, и так далее. Поэтому можно сказать, что как бы… Ну вот, если один студент пришел, то он там заплатил 4,5 тысячи. Ну и какая реклама там рядом стояла? Поэтому как бы… Ну вот когда YouTube отключили вчера, вы это заметили? Ой, не то слово. Ну расскажите, а почему не то слово? А не то слово, потому что, во-первых, я в течение дня, там, ну раз в полчаса я захожу посмотреть на комментарии. Ах, да? То есть вам это очень важно. То есть это, с одной стороны, не коммерческое предприятие, но с другой стороны, вам это крайне важно и интересно. Сейчас что происходит? Вот сегодня у нас 17 октября, а начиная с… Там, мне уже вылетело из памяти, с 3 октября идет заполнение заявок на грин-карт-лотерею, для участия в грин-карт-лотерею. И я на нашем канале как бы там инструкции всякие публикую, там люди объясняют, как фотографию сделать. Очень много вопросов там технических. Поэтому я каждые полчаса я хожу и смотрю, потому что там человек сидит, он заполняет заявку, ему нужно ответить на вопрос. Поэтому у нас сейчас очень такая горячая пора. Да-да, и возвращаясь к отключению. Да, и возвращаясь к отключению, значит, первая часть это чисто блогерская, то есть я захожу и вдруг нету. Поскольку я из Кремниевой долины, я, собственно, человек из этого бизнеса, из айтишного и так далее, я совершенно не беспокоюсь, что там оно накроется. Я только что смотрел, вот, да, как Наташа, как Виктор, моя подружка, вот, блогерская, вот, Феротфронт. Значит, так вот, и она говорит, я разпереживалась. Я не переживал, что YouTube накрылся, знаете, но у меня другая проблема. У меня студенты по всему миру, у меня есть онлайновый курс, и студенты по всему миру. И все, что мы там с ними записываем, я выкладываю на YouTube, но оно закрыто, оно не для всех. Но, во всяком случае, у меня круглосуточные люди из самых разных стран, они смотрят учебные видео. Поэтому, значит, для меня это значит, что они не смогут сделать домашнее задание. Вот, допустим, в 6 часов это произошло, так, а у меня в 6 часов начинается вечерний урок, онлайновый. Вот с 6 до 7 у нас идет в одной группе, там с 7 до 9 идет в другой группе. И я начинаю тут же соображать лихорадочно, не задействовано ли в этом что-нибудь лежащее на YouTube. Потому что, если задействовано, значит, нужно срочно перестроить там то, что мы делаем, и по-другому вести. Да, это, конечно, невероятно, как в современной технологии, в частности, именно эта платформа вошла в нашу жизнь. У нас это происходит тоже на телевидении постоянно, то есть мы крайне зависимы от YouTube и тоже друг с другом делимся закрытыми видео по разным техническим, редакционным причинам. Нам это просто крайне необходимо, и тоже мы пришли в ужас. Скажу вам честно, вчера вечером, когда YouTube отключился на несколько часов, это, конечно же, такое новое время и новые реалии, которые изменили нашу жизнь. Абсолютно. Что ж, я... На YouTube очень много технически неработающих вещей. Например, если я хочу свои видео, у меня там около 7 тысяч. Если я хочу посмотреть, отсортировать их по количеству просмотров, что, казалось бы, само по себе простая фишечка маленькая. Получается, что я не могу этого сделать, там все время что-то выпадает. Я с людьми разговариваю, я говорю, ребята, а что происходит? Они говорят, понимаешь, с разных серверов собирается, иногда там не подключается вовремя. Соответственно, элементарная задача отсортировать мои собственные видео, просто, да, по количеству просмотров, по одной из характеристик, не решается надежно. В каком мире мы живем? Ну, мир будет меняться, я уверена. Большое вам спасибо, известный очень, известный YouTube-блогер из Силиконовой долины Михаил Портнов был на связи с RTVI по скайпу. Хорошо, что видео работает и YouTube тоже работает. Спасибо вам и зрителям всем привет. Спасибо.